всем привет дорогие подписчики а также зрители нашего канала и случайные зрители с вами это доктор и мы продолжаем тем временем играть в кампанию за японию в игре под названием age of empires 3 и же династия с азиатской династии и эта миссия 3 называется темп миротворцы эти как она только что называлась я забыл давайте смотреть видео прошлой серии как вы помните в прошлой миссии вернее мы мы уничтожили две деревни из трех и отбили большую армию вражеского генерала ажучи или как-то так вызвали и не помню кстати я отказываюсь от своей теории о том что вот этот рогатый генерал мото тава или как его зовут является антагонистом что-то он наоборот с каждой миссия все добрее и добрее становится а наш главный герой наоборот все злее и злее ну что ж выясним это в конце так нужно уничтожить торговые точки и заменить их своими я так понимаю проще простого ну что ж давайте сразу начнем наше развитие создадим сразу множество селян чтобы они нам добывали еду с помощью этой еды мы будем создавать войско и захватывать эти торговые точки так ты разведываешь здесь у нас все ребята пусть захватывают лагерь получен дополнительное задание уничтожьте башню и шибы даками йо кау награда 800 единиц опыта ну давайте уничтожим сейчас мы разберемся с этими охранниками наших сокровищ и уничтожим так тут у нас скалы мне интересно могут ли нас обойти с какой-либо стороны нет походу не могут только разве что снизу здесь нет нет не могут это это радует давай ты тогда идти собирай сокровища вы уничтожайте башню 3 крестьянина у нас на дереве 8 нет что это такое 2 у нас на золоте 3 на еде так у нас лодки есть корабль пусть корабль у нас исследует вот этот остров максимально как бы откроет то что он сможет открыть туман войны мы здесь лодок создаем и пусть они рыбачат так сколько у нас здесь 8 здесь 7 здесь 6 а надо по 10 вы же помните что я люблю четко четко четкое разделение труда так еще не создаваем еще двоих и тут надо четверых так у нас не хватает домов а когда нам не хватает домов япония не может строить крестьян япония не может строить воинов когда япония не может строить воинов мы можем проиграть миссию так как мы не сможем отбить наше маленькое селение и тем более не сможем захватить вот эти торговые точки так здесь 9 чё-то 10 давайте еще двоих выберем крестьян и эти вот штуки мы создаем может как-то более дешевые ну так хорошо городской центр создает нам дает нам возможность создавать этих ополченцев в городском центре надо побольше нам военных так тут 6 надо еще 4 все рыба до рыба ловится дерево рубится золото долбится вишня собирается и воины строятся видите как все взаимосвязано пора наверно уже захватить торговый пост ну и не знаю сможем ли мы с войском что у нас сейчас это сделать просто не хотелось бы просто так его просрать я понимаю что это средний уровень сложности все такое но все равно не хочется облажаться наверное надо было на высоких уровнях уровне сложности играть но я вас уверяю это бы затянулось очень надолго ладно чё давайте играть так как мы можем играть надо бы конечно перейти в новую эпоху пора уже но ресурсов нам пока не хватает это этот корабль что он может вообще блин еще бы четыре лодочки нам заказать чтоб производство еды вообще шло хотя нет мы их кинем на золото 1 лодочи одна как бы группа из четырех лодок будет добывать золото давай нам вот эту херню вот плыви туда 10 самураев 10 застрельщиков и 15 лучников но полин одного самурая потеряли ну так можно бесконечный восполнять без лекаря это бессмысленно поэтому я думаю можно уже просто выдвигаться и захватывать торговый пункт все сдолбили все золото вот еще есть ты чё не работаешь иди плыви верни добываем золото японии нужно больше золота кстати уже можем по ходу перейти в новую эру давайте выберем вот это поставим ее вот здесь пусть потихоньку строит ну здесь бесконечное количество денег можно долбить а вот рыба кончается вот не страшно у нас очень много рыбы в море о кстати почему это не улучшил сейчас они начнут вырубать эти деревья как больные вишневый сад кстати жалко то что не показывается сколько осталось вишни в этом вишневом саду я вообще вначале думаю что он бесконечный как бы источник еды оказывается он тоже пропадает то есть там наверное две или три тысячи единиц еды всего я конечно не утверждаю но мне так кажется неужели если я захочу вот эти две точки торговая игра закончится то есть миссия выполнится было бы печально это очень короткая была бы миссия я тут развиваюсь строю нанимаю а тут бац и миссия выполнится почти до строю сейчас еще один самурай подойдет и будет нормально давай вот эту херни устрой так ну да не спеши сейчас мы все захватим что-то так кипишу и что они уже все больше и больше людей посылают у нас опять одного самурая или нет нет это бесполезно по моему восполнить их так одного восполнить второго убьют опять голландских союзников наверное выберем ну неплохо так у нас по ресурсам кстати 3600 еды 1200 золота дерево маловато ну ничего страшного что там кто пришел чего вы хотите наверное пора выдвигаться засиделись наши ребята на одном месте сейчас поставим этот банк максимально все прокачаем так давай вот эту штуку я сюда поставим пояс пока не могу обучить надо перейти в новую эпоху теперь застрельщик теперь застрельщик вы пока освобождаете пространство пусть собирают этот фуражер так параки а у меня уже есть параки давай тогда у себя замок ставь вот это улучшим кстати надо пять пять священников нанять чтобы они лечили наших ребят а то это не дело блин 200 золото какие же они жадные все таки католики или протестанты не знаю кто это чувствуя что сейчас сюда придет большая армия и на дает нам леща и лещей в общем леща нам даст так сюда вот еще один аванпост установим жалко стены нельзя строить я бы сейчас построил огородился бы это всех и все так рыбы смотрите уже куда они пришли просто уничтожают рыбу в море давайте лечите наших воинов кстати они автоматически лечат вот в печь of empire 3 в обычный надо было еще выбирать у священника как бы способность у нее сейчас убьют моего селянина то есть надо было выбирать возможно короче вы поняли надо было выбирать способность и наводить ее на отряды которые нужно было вылечить вот а здесь они лечат автоматически я уст 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 в причем мы неплохо уже так отстроились и по ресурсам кстати у нас тоже все нормально ты смотри он прям знает куда надо атаковать говно собачьи дерево все меньше и меньше так тут все нормально ох нифига себе сколько золота надо бы конечно высадится и собрать его ну это слишком долго у него тут уже все больше и больше людей кстати мы-то развиваемся но и он не сидит сложа руки это меня настораживает так что я думаю уже пора 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 идти и выносить его ванпосту эти вонючие и строить свои нормальные японские ну у него тоже японский наверно у него не настоящий у него бутафория нам нужны настоящий имперский аванпосты козел смотрю из-за забора стреляет спрятался ну ладно сейчас мы вынесем этот забор и надаем тебе по башке сволочь такая сейчас сейчас ты достреляешься так давай конюшня построена так как так 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 это щас установлю двигаем наш фронт дальше вперед еще и бараки надо уничтожить это дополнительное задание основное нам нужно уничтожить торговые аванпосты и построить свои бегом давай строй груз к 6 самураев ах ты сволочь откуда ты взялся вообще плохо то что я не могу эти стен он еще и пушка везет стены теперь мои но я не могу достроить нормально брешь в стене кстати а как он там стену построил вроде же нельзя ставить стену прямо на торговом пути разберитесь с ним смотри чусь и позволяет давайте починим наши постройки интересно что здесь у нас вот падла двумя инвалидами хотел нас завалить скотина давайте ребята уничтожайте здесь все их так много что они пройти не могут кто-то стена мешает так давай в пятую эру шесть на ездить давайте пусть они сюда наверно прибудут потому что у нас атакуют с этой стороны все золото закончилось поэтому дети на поле и добывайте нам золото блин не хватает спорю у него еще здесь стены что-то там серьезное сооружение какое-то не уж то база опять своих инвалидов на правил не смей трогать чужое добро 400 золото 300 дерева чего нас так золото золото проседаем да нехило у него тут база молодец конечно тыща золота ну давайте купим золото себе нормально чтобы обучить все что нам нужно кто еще не работает разбили наших ребят разбили ну это и понятно у нас там ополчение у которых здоровье отнимается с каждой секунды само по себе и в конце концов остается просто буквально для одного выстрела по ним чтобы они отъехали в мир иной волголу 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 и как она называется ну нифига у нас тут уже 15 этих наездников но вызывали интересно они сами справятся отправим конников наверх а этих наверное продолжим долбить его базу ой 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 вот это было вот это было неожиданно что-то у нас выносит вам не кажется что-то у нас там жестко выносит да что такое вот что дерево нигде найти нет мои ребята справились давайте тогда и поможем нашим кавалеристам всех короче сюда добьем этот аванпост глядишь и миссия будет выполнена конечно я не уверен но все же что-то 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 очистите земли от них и готовь чего он там говорил обороноспособность если у кого-то есть ссылка на нормальный перевод отправьте пожалуйста в комментариях просто я искал так и не нашел нормальный вроде автор который выкладывал этот перевод говорил что вот он самый нормальный перевод который можно найти для и жен династиас и вот это все что они смогли сделать это вообще позор какой-то ладно продолжаем наступление надеюсь сейчас никто не придет так что у нас по карте она уже идет 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 козлина тут мы уже в принципе добрались так давайте встретим его во все оружие что стоим давайте выносите вот так вот вот и все приперся так давай еще одну бах не сюда наверное вы продолжаете делать своих предшественников поднимите нашего генерала выносите им там все этих тут наверное разобьют попробуем ничего нибудь уничтожить так тут у нас дерево тут у нас еще ничего не построилось блин а у него тут много построек военных не фига он там один раздает всех лучников поубивал баранов набрали хорошо барана нам нужны мы заберем просто потому что мы можем забрать вот и все мы и и и и и Ну еще шесть крестьян. Ченчу кун. Дерево не хватает. Тысяча. Где мой рынок? Вот мой рынок. Так давай иду на золото. А золото на дерево. Вот так. Все нам хватает. О, еще барашки. Отлично. Мало баранов не бывает. Все, лимит по аванпостам у нас. Теперь вы можете идти на свою ферму. Добывать еду. Ну-ка давайте, что тут красное. А, вот, лодочка. Нашу рыбу ловит, падла. Эта рыба принадлежит только нам. Куда идут? А, в обход пошли. Ну ладно. Идите в обход. В принципе, все, я так понимаю. Его армия потерпела поражение. Сокровище. Сейчас не до сокровищном. Нам нужно соединить наши две армии. Северную и южную. Ух ты. Откуда вообще взялся? Подлец. Было бы классно, если еще их поезд там, блин. Если бы вообще вот этот поезд мог уничтожать всех, кто стоит на его пути. То есть и... И твоих, и чужих. По-моему, в Дженералс такая фишка была. Там на какой-то карте поезд ездил и мог уничтожать всех, кто стоит на их пути. Ты смотри, а. Подлец. Пробрался какой-то. Ну ничего, сейчас мы подойдем уже. Держитесь, ребята, держитесь. Подкрепление идёт. Я бы даже сказал, летит. Тыщедерево. Давай лучше вот это изучим. Рубите их. Рубите, давайте. Вот так. Север и юг объединились. Кутрл 1. Будете у меня. О, кстати. Всё. Ну. Это было легко. Тайны. Что происходит здесь? Этот генерал из клана Оды. Этот генерал из клана Оды хочет поговорить с тобой со мной? Так это ты. Какие-то японские разборки здесь, самурайские. Говорит твой учитель. Манипулирует тобой и всё такое. Ты, говорит, делаешь то, что он тебе говорит, а этот, говорит, я тебе не верю, на-на-на. И убивает его жестоким образом. Так, что у нас по новым картам? Нет, это я не хочу. Мушкетёр. Нет. Нет, нет, нет. Школа самбо. Ну, давайте лучше по экономике ещё прокачаем немножко монетный двор. Так. Террасные склоны. Управит рикшу. Все, скажите, собирают из ягоды бушины и вишневые сады быстрее. Давайте вот эту ветку откроем. Спасибо, что были с нами. Вот такая вот была у нас миссия. Так, это мне надо. Так что, ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте. И смотрите также наши другие видео, которые у нас есть на канале. Так, вот это я всё упакую здесь. Чисто по экономике. А то, что останется, я воткну туда военных. Так, и вот так. Ещё один слот. Вот вы. Ну что ж, всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok